МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Промышленность нашего региона активно развивается. Технологическое перевооружение, инновационные подходы в работе дают новую жизнь старым предприятиям. В то же время растет количество новых. Но как все это отражается на окружающей среде? И может ли повлиять столь стремительное развитие промышленного комплекса на наше с вами здоровье? Ответы на эти и другие вопросы нам помогут найти сегодня наши гости. А именно глава администрации свободной экономической зоны Брест Федор Федорович Каланчук, директор Полескова Аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Николай Васильевич Михальчук. Председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Тамара Анатольевна Ялковская. Заместитель главного врача Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Васильевна Корчик. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости, мне хотелось бы начать нашу беседу с такого простого вопроса и услышать просто ваше мнение. Возможно ли на сегодняшний день, учитывая, как я уже говорила, столь стремительное развитие промышленности нашей, гармоничное сосуществование окружающей среды и наших предприятий? Вот мое мнение, конечно, возможно. Для этого в республике существует нормативно-правовая база. Для этого предприятиям доводятся определенные допустимые нормативы воздействия на окружающую среду. Для этого существует мониторинг и государственный контроль. Наверное, самое главное, чтобы наши природопользователи выполняли свои обязательства, а мы достойно их контролировали. Вы правильно, на мой взгляд, отметили. Это самое главное, потому что база есть, и чтобы все добросовестно это все выполняли. Федор Федорович, насколько я понимаю, свободная экономическая зона – это наибольшее на сегодняшний день сосредоточение промышленных предприятий. Или я могу ошибаться? На сегодняшний день в свободной экономической зоне зарегистрировано 76 резидентов различной сферы деятельности, на которых работает 21 850 человек. Если брать удельный вес объема промышленного производства, он составляет 17,5% от объема промышленности области и 29,5% экспортного потенциала области. А ваше мнение по поводу гармоничности сосуществования промышленных предприятий и окружающей среды? Я думаю, что на сегодняшний день приходит разный инвестор, разные предприятия, различные сферы деятельности. Тяжелая промышленность, легкая, пищевая и так далее. Поэтому на каждом из предприятий на сегодняшний день должен быть четко определенный регламент воздействия на окружающую среду. Поэтому принципиально и очень важно, чтобы на каждом предприятии, независимо от его деятельности, вот этот сегмент присутствовал. Вот, кстати, у вас появился, появится или уже появился, да, насколько я понимаю, новый резидент. Вот с чем связано, уже переходим к более конкретному разговору, да, и к конкретным примерам. С чем связано размещение аккумуляторного завода вот вблизи города Бреста, и почему зарегистрировано это предприятие было именно в свободной экономической зоне Бреста? Ну, надо сказать, что при выборе земельного участка для строительства и обслуживания аккумуляторного завода рассматривались различные производственные площадки, в том числе в территории свободной экономической зоны. Выбор был сделан на промышленную площадку аэропорт СЭС Брест, и не случайно. Почему? Потому что на сегодняшний день явно выражается потенциал данной площадки. Производственная зона имеет, безусловно, преимущество по транспортному и инженерному строительству. Ну, во-первых, неизменным достоянием данной территории расположена вдоль автомагистрали Брест-Минск-Москва, что, в свою очередь, позволяет достаточно просто организовать транспортные связи. Второе преимущество – это инженерная инфраструктура. На сегодняшний день на данной площадке, которая насчитывает 11 резидентов свободной экономической зоны, полностью обеспечена инженерная инфраструктура. Это на сегодняшний день у нас построен газопровод высокого давления. На сегодняшний день обеспечено электричеством, обеспечено телефонизацией, обеспечено ливнёвкой и так далее. То есть вся данная площадка обеспечена инженерной инфраструктурой. То есть это основные принципы, да? Ну, я думаю, что да. На сегодняшний день это два таких существенных момента для прерогативы нашей площадки СЭС Брест. Хорошо. Вы принимаете фактически на себя большую ответственность, правда же, принимая это предприятие? И регистрируя его как резидент в свободной экономической зоне Брест? В связи с этим назревает вопрос, как будет осуществляться мониторинг экологической ситуации в производственной зоне? Ну, хочу сказать, что мониторинг экологической ситуации на площадке аэропорта Брест осуществляется службами экологического и санитарного контроля, которые сегодня здесь присутствуют, в соответствии с их рабочим регламентом. Мы же, как свободная экономическая зона СЭС Брест, организовали независимый мониторинг данной площадки. И заключили мы 1 июня с Полесским аграрным институтом договор на предмет мониторинга не только данного предприятия, но вообще промышленной зоны. То есть сотрудничество у вас такое, да, идёт? Да, в ареале не только промзоны, но и за её пределами. Это на сегодняшний день Истимова, это Булькова, это Тельма-1, то есть это будет где-то производиться больше 48 точек, где будет мониториться... Хочу добавить, что речь идёт прежде всего о мониторинге геохимического состояния почв, почвенного покрова. И действительно, как сказал Фёдор Фёдорович, сейчас идёт активная работа по отбору проб почв на пробных площадках. Таких пробных площадок будет заложено около 60, на сегодняшний момент отработано 42 площадки, на которых отобраны соответствующие образцы почв по установленным методикам и около 30 образцов почв. Полностью закрыты мониторингом сектора южный, юго-восточный, юго-западный по розе ветров. И нам остаётся в эти дни отобрать где-то 18-20 проб в северо-восточном, в северном секторах, и система будет, скажем так, отработана в полном объёме. Ещё раз подчеркну, это касается почвенного покрова и проб растительности. Я ещё хочу сказать, что вот этот мониторинг мы делаем с перспективой. Почему? Потому что 11 тех предприятий, в том числе аккумуляторный завод, который будет строиться, будет мониторинг произведиться. Но у нас на сегодняшний день на данной площадке имеются свободные площади, куда будут заходить ещё резиденты, и мы будем их регистрировать. Поэтому нам не безразлична на сегодняшний день наша площадка, чтобы для инвестора, который будет заходить, а это могут быть различные сферы действий, и пищевая, и лёгкая, и так далее. Поэтому ему дано на сегодняшний день, для резидента очень важно, окружающая среда в реале промышленной площадки нашей. То есть в ваших интересах это контролировать? Чтобы это было безопасно, и он на сегодняшний день был, скажем, там в курсе, какие там тяжёлые металлы, какая окружающая среда для размещения своего производства. Ну правильно, из вот того количества отобранных проб, о которых я говорил, вот 42, 15 нами взятые в пределах санитарно-защитной зоны строящиеся предприятия, Ай-Пауэр, остальные 27 равномерно распределены на прилегающих территориях в радиусе до 2 километров примерно. Что касается мониторинга, я бы тоже хотела сказать следующее. Проводя мониторинг, мы должны говорить о том, а что это, ну хорошо это или плохо, с чем сравнивать. Так вот, как и любому предприятию, предприятию Ай-Пауэр, будут установлены нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. И предприятию установлен норматив выбросов вредных веществ в окружающую среду на период пусконаладочных работ. При этом предприятие обязано проводить вот мониторинг, который мы говорим, и аналитический контроль. После ввода предприятия в эксплуатацию, оно обязано предприятие провести инвентаризацию источников выбросов, проект допустимых выбросов подготовить и с этими документами обратиться в областной комитет. И будет уже выдано новое разрешение при представлении данных уже на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом уже разработанных документов. После ввода предприятия в эксплуатацию, оно будет включено в национальную систему мониторинга по вопросам атмосферного воздуха и почв. А со стороны областного комитета будет осуществляться государственный контроль и в первую очередь аналитический. То есть это будут отдельные заявки областного комитета об аналитической службе для того, чтобы контролировать по вопросам атмосферного воздуха и почв. Я особо хочу подчеркнуть вот один существенный момент. Обратите внимание, мы заняты вот этими работами по детальному геохимическому обследованию, скажем так, в пределах санитарно-защитной зоны, вот я как сказал, на прилегающих территориях. До момента пуска завода, то есть мы хотим сканировать фоновую ситуацию по содержанию тяжелых металлов. Ну, прежде всего. Что есть. Да, что есть на сегодняшний момент. Я, в принципе, сторонник все-таки сравнений, скажем так, загрязнений, которые могут поступать в окружающую среду с фоновыми значениями, а не со значениями ПДК. Все-таки живые организмы адаптированы не к ПДК, а не к нормам ПДК, а к фону, хотя, в принципе, норма ПДК тоже рассчитывается, исходя из там кратности какого-то там фона, предположим. Вот, поэтому к концу этого года, да и раньше, мы фактически уже должны сдать первый этап к концу сентября, мы будем иметь четкое представление о фоновом содержании основных групп и ассоциаций тяжелых металлов в ареале строящихся предприятий. Можно еще я добавлю, потому что наша служба, органы госсанадзора также проводят социально-гигиенический мониторинг именно сейчас, вот уже в третьем квартале текущего года на содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, в почве, в воде нецентрализованного водоснабжения и в пищевых продуктах. Именно вот сейчас, когда еще предприятие не функционирует. У нас составлен такой график, и в настоящее время идет еще до сих пор, ну, как бы отбор проб, но тем не менее предварительные полученные результаты уже, что сейчас в работе, говорит о том, что пока превышение гигиенических нормативов, которые есть для почвы, для атмосферного воздуха, для воды и для пищевых продуктов, не зарегистрировано превышение. Это вот мы специально с учетом, ну, под поступающих и обращений, и сложившейся ситуации, мы взяли на себя тоже такой вот мониторинг, и уже будем отслеживать в дальнейшем эту ситуацию ежеквартально, и анализировать результаты, полученные уже до функционирования предприятия и, соответственно, после функционирования. Хорошо. Тамара Анатольевна, коль вы уже заговорили, да. Еще хотел добавить. Да, конечно. Очень хотел еще добавить очень один важный момент. Вот этот мониторинг, который будет осуществляться, который мы заключили договор с Полевским университетом, он будет не разовый, а носить постоянный характер. Это во-первых. А во-вторых, вся информация, которая будет получена нами на основании этих всех исследований, она будет доступна общественности, и мы о результатах будем информировать население, как города, так и региона. Да, это важно, чтобы не возникло лишних беспокойств. Здесь надо еще сказать и про сточные воды. Да, вот я хотела об этом спросить. Да, вы уже заговорили о почве в воздухе, но вода это тоже важный момент. Потому что напрямую предприятие iPower сброс источных вод в водные объекты осуществлять не будет. Но я хотела несколько подробнее рассказать, чтобы было понятно. Сточные производственные воды поступят на очистные сооружения локальные, предприятие iPower. А дальше в канализацию предприятия Брестводоканал. То есть в конечном итоге очистка сточных вод после локальных будет производиться на городских очистных сооружениях. Что касается ливневых стоков, то они также пройдут очистку на локальных очистных сооружениях, а затем поступят в канализацию СЭС Брест, который находится на балансе ДРСУ-138. И что бы хотелось сказать. А дальше уже путь такой. Сточные воды от Брестских очистных сооружений поступают в реку Западный Буг. Сточные воды с очистных сооружений ливневых сточных вод СЭС Брест через Мелиративный канал поступают в реку Муховец. И вот здесь осуществляется контроль. Он все время идет Брестским областным комитетом. Этим предприятиям Брестскому водоканалу и ДРСУ-138 выданы разрешения на специальное водопользование и установлены нормативы сброса сточных вод в поверхностные водные источники. В нашей реке Муховец и Западный Буг входят в национальную систему мониторинга и пробы отбираются ежемесячно. Что касается реки Западный Буг, это трансграничная река и по ней мониторинг осуществляется природоохранными приграничными службами как Республики Беларусь, так и Республики Польша. У нас совместные отборы проб, конкретные точки. И отборы проб проводятся раз в полугодие как на белорусской, так и на польской стороне. То есть фактически это усиленный контроль? Это усиленный контроль и то, что оно уже сегодня подконтрольно на сегодняшний день. Понятно. Ну приятно осознавать, что в частности свободная экономическая зона, она беспокоится о своих резидентах и о том, как они функционируют. Не просто регистрируют, запускают предприятие и оно самостоятельно варится в собственном соку, если можно так сказать. Я, кстати, приятно был удивлен. Вот налаживание такой действительно независимой системы мониторинга это была моя инициатива. Я встретился, правда, с заместителем Федора Федоровича, да, и буквально через... да, объяснил ему, скажем так, свои намерения, наши наработки в этой сфере. Мы работаем давно по тяжелым металлам. Да, и я приятно был удивлен, что буквально через день меня пригласили на более детальную беседу, а еще через неделю состоялось расширенное совещание с резидентами свободной экономической зоны, где, в принципе, основополагающие такие принципиальные моменты были оговорены и было дано добро на заключение договора. Очень быстро. Кстати, хотелось бы отметить, что в нашем регионе уже есть подобные предприятия, которые функционируют не один год. В частности, пять лет в Белозерске работает предприятие Белинвестторгсплав. Какова ситуация с загрязнением почв свинцом вокруг этого предприятия? Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос, потому что вот за этот летний период мы там дважды побывали, и вообще вот этот возникший спор, есть или нет, скажем так, загрязнением в ареале вот этого предприятия Бетсплава, да, лежит для меня лично не в плоскости там за или против строительства, эксплуатации завода в Бресте. Это чисто принципиально научный спор. Почему? Потому что в результате ранее проведенных детальных геохимических исследований почвы в Юго-Западе, на Юго-Западе Беларуси мы пришли к выводу о том, что почвы, пахотные почвы сельхозугодий в меньшей степени загрязнены тяжелыми металлами, чем естественные натуральные почвы, ну, например, лесных экосистем. Это имеет, кстати, принципиальное значение, например, при пользовании некоторыми дарами природы, грибами и так далее. И этому есть объяснение, почему? Потому что почвы сельхозугодий постоянно перепахиваются, разбавляются, выносятся часть элементов с формируемым урожаем и так далее, и так далее. И когда вот были обнародованы цифры, что получены значения там 110-240 миллиграмм на килограмм почв, естественно, конечно, это меня крайне заинтересовало. 7 июля мы выехали с сотрудниками, отобрали 18 проб почв, значит, и в принципе все то, что мы, скажем так, вот и раньше наблюдали, подтвердилось. Почвы сельхозугодий, в том числе и в окрестностях в деревне Хриса, значит, содержание свинца в этих почвах укладывается в фоновые значения. Да, мы имеем там две пробы, это по результатам первых, вот первого тура, скажем так, исследований, где содержание свинца на луговой почве, тоже нативной, такой нетронутой, составляет около 20 миллиграмм на килограмм почвы, и на торфяно-болотных почвах, это органогенная почва, она тоже отличается большей способностью к накоплению тяжелых металлов, где-то 16-16,5 миллиграмм на килограмм. Напомню, что ПДК для, значит, песчаных почв составляет 32 миллиграмма на килограмм, а фон для условий юго-запада, и в принципе он и совпадает и с фоном для почв в Республике Беларусь, где-то находится, для дерновоподзористых песчаных почв, находится на уровне 5 миллиграмм на килограмм. Так а откуда были эти цифры 100-200? Да, так вот, для того, чтобы, скажем, окончательно расставить точки на Ди, было сделано, значит, совместное исследование почв в тех точках, где вот работала так называемая инициативная группа, и 14 августа такая представительная делегация выехала на место, да, с участием вот нас, инициативной группы, представителя Московской лаборатории, областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, аналитической лаборатории, и вот как Тамара Анатольевна говорила, вместе с польской стороной отбираете, зачерпнули ведро воды и разделили пробу, скажем, на две части, увезли поляки себе, белорусы себе на анализ. Точно так же и здесь, значит, в ведре размешивалась объединенная проба, так называемая, отобранная методом конверта, это пять точечных проб, да, смешивалась в этом ведре и делилась на четыре части. Две для белорусских лабораторий и две для российских. И уехали, насколько я знаю, в Москву и в Брянск. На сегодняшний момент у меня на руках есть результаты наших исследований по 21 пробе, я могу их продемонстрировать, значит, никаких превышений на восточных окраинах Белоозерска в ареале работающего предприятия Битсплав не обнаружено. Цифры, значит, изменяются от 2,7 до 6 мг на килограмм, что или абсолютно незначительно превышает фон, или укладывается, подавляющее большинство проб укладывается фоновое значение. И лишь одна первая проба, по которой я специально предупреждал сразу с самого начала, есть там моменты, она на уровне ПДК, но отбирались, и эта площадка, точнее пробная, заложена на границе земель населенного пункта и земель сельскохозяйственного значения, буквально на меже, в 10 метрах от сарая, в 10 метрах от выгребной ямы санузла. Естественно, там вполне возможны несанкционированные какие-то случайные воздействия, которые влияют на содержание свинца в этой пробе. То есть, в принципе, ничего страшного нет, все в норме? Я с полной ответственностью заявляю, что никакой экологической катастрофы по содержанию свинца в почвах этого населенного пункта, деревни Хрисо, не существует. Геохимический фон благоприятен. На сегодняшний день, конечно, я с нетерпением ожидаю результатов аналитики с российских лабораторий. Инициативная группа участвовала тоже в этом, да? И они знают о результатах ваших участностей? По телефону я говорил о том, что мы получили такие результаты официально, я еще не передавал инициативной группе. Можно я еще? Да, конечно. Дело в том, что нами также были проведены отбор и доставка проб, почвы, отобранные в деревне Хрисо, на границе санитарно-защитной зоны этого предприятия, а также в деревне Хрисо, в садоводческом товариществе, на территории промплощадки Березовской ГРЭС. И также отобраны пробы воды в населенном пункте деревни Хрисо, вот на приусадебных участках, где эти пробы были доставлены в Республиканский Центр Гигиены и Эпидемиологии и Общественное Здоровье, в Минский городской центр, в Минский областной центр и в научно-практический Центр Гигиены. И параллельно все эти пробы делались и непосредственно еще в нашем областном Центре Гигиены и Эпидемиологии. И по результатам исследования были получены также результаты соответствующие и по почве, по подвижным формам, и по валовым формам почвы, и по воде и не централизованного водоснабжения. Результаты соответствуют гигиеническим требованиям и не превышают ПДК, которые установлены нормативами. Поэтому тоже можно говорить о том, что в зоне предполагаемого влияния данного предприятия ухудшение состояния объекта внешней среды не наблюдается. То есть вы со своей стороны тоже подтверждаете, что все вполне благополучно. Я хочу сказать, что благодаря, наверное, в прямом смысле этого слова, не в кавычках, вот этим двум пробам с превышением, которые обнародовала инициативная группа, на сегодняшний момент, Белоозерские и его окрестности в геохимическом отношении изучены, ну, наверное, настолько детально, как никакая другая территория в Республике Беларусь. Я могу показать сосредоточение пунктов отбора проб наших и желтым цветом, зеленым цветом наши пробы. Вот, кстати, вот где сгущение, это вместе с инициативной группой, и желтые, это те точки, где, скажем так, мониторились геохимическую ситуацию нашей коллеги из Института природопользования Национальной Академии Беларуси. У них практически сопоставимые с нами результаты. И еще один момент. Если, скажем, появятся результаты вот этих двух российских лабораторий и появятся какие-то неожиданности, вопрос можно решить в дальнейшем таким путем, что подвергнуть анализу те пробы, которые на сегодняшний момент нами зарезервированы, законсервированы, запаяны и в любой момент, скажем так, сохраняются, к ним можно обратиться. Есть еще одна проблемная зона, я не знаю, насколько она на сегодняшний день существует, но была во всяком случае, это поселок Зеленый Бор Ивацевичского района. Насколько я знаю, в этом деле, а дело касается тоже загрязнения свинцом, разбиралась и прокуратура. На сегодняшний день как обстоят дела? Насколько эта проблема решается или, возможно, уже решена? Если очень кратко сказать, что поселок Зеленый Бор – это производственная база, где разместился предприниматель. И вот предприниматель, имея лицензию на переработку отходов золы свинцовой, а он получал с предприятия «Бедсплав», не выполнил свои обязательства. И в результате проверочных, контрольных мероприятий Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Березовского рост, были установлены эти факты. Так как в действиях предпринимателя усматривались уголовно наказуемые деяния, материалы областным комитетам были переданы в апреле 2017 года в областную прокуратуру и было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день осуществляется вывоз золы свинцовой на специализированный полигон. После вывоза золы свинцовой полностью, очистки территории, то есть загрязненного грунта золой свинцовой, проведения рекультивации этой территории, будет проведен аналитический контроль, то есть исследование в почве, в первую очередь, конечно же, на свинец, и тогда будет уже поставлена точка, что эта территория действительно очищена. Работая на стадии завершения, но перед рекультивацией, еще нужно будет проводить рекультивацию. То есть это тот самый момент, о котором мы в самом начале говорили, что очень многое зависит от ответственности самого руководителя предприятия, в частности индивидуального. В данном случае переработчика отхода. Какие требования должны соблюдаться при организации санитарно-защитной зоны аккумуляторного завода, в частности, АйПауэр Нового? Можно я сначала отвечу, что вообще завод размещен, или, так сказать, на этапе предупредительного санитарного надзора, нами при изучении представленных документов и при осмотре площадки было установлено, что нормируемый базовый размер санитарно-защитной зоны, который установлен действующим санитарно-эпидемиологическим законодательством, он выдерживается. Действующими правилами для предприятий по производству аккумуляторов установлен базовый размер санитарно-защитной зоны 500 метров. Когда при уже выходе на место, так сказать, при изучении проектной документации и при подготовке заключений на отвод земельного участка было установлено, что этот базовый размер выдерживается, вот он даже в какой-то степени до ближайшего населенного пункта значительно больше расстояния, чем нормируется. Поэтому, конечно, вот эта работа, которая сейчас проводится, и мониторинг, и все фактически это просто дополнительно подтверждает, что, может, и не надо таких, как говорится, делать потугов и дополнительных исследований проводить, но что фактически базовый размер санитарно-защитной зоны соблюден для данного предприятия. И при функционировании в соответствии с действующим законодательством, конечно, угрозы какой-то для здоровья не будет. Да, но мы все больше говорили о предварительных мерах, да? А как будет проводиться организация производственного лабораторного контроля уже после ввода в строй предприятия? Ну, в действующем также законодательством предусмотрено, что до начала производственной деятельности на предприятии разрабатывается программа производственного контроля. Это такой серьезный документ, где оговаривается в целом система управления предприятием в зависимости от той технологии, которая предусмотрена проектной документацией. В рамках этой программы производственного контроля нарабатывается схема контроля за факторами вредных веществ, которые используются на предприятии. Это и воздух рабочей зоны, это и контроль за освещенность, за параметрами микроклимата, за вибрацией, за шумом, за ионизирующим излучением, допустим, за ультразвуком. Всеми параметрами проговаривается периодичность этого контроля, ответственная, кто за этим стоит, отслеживает проведение этих работ, и, соответственно, периодичность проведения этих исследований. Поэтому ответственность за производственный контроль как бы лежит на предприятии, и, конечно, предприятие при начале функционирования, оно должно быть, это программа, и они должны полностью соблюдать и, соответственно, еще раз доказывать, что производственные процессы, которые там есть, они не соответствуют действующим требованиям, которые предусмотрены, так сказать, проектной документацией, технологией производства. Тамара Анатольевна, что в случае, возможно, остальные тоже дополнят, что в случае нарушения нормативов ожидает? Какие меры будут предприниматься и к кому? Здесь прав тоже у природоохранной службы много. Предусмотрено за нарушение природоохранного законодательства как административная, так и гражданско-правовая, и уголовная ответственность. Кроме этого, законом Республики Беларусь об охране окружающей среды предусмотрено, если установлено нарушение, которое влечет за собой факт причинения вреда окружающей среды, то хозяйственная деятельность субъекта может быть приостановлена как государственным органом, который осуществляет контроль, так и решением суда. То есть мер достаточно, но лучше бы, чтобы их не нужно было применять, лучше бы, чтобы предприятия выполняли свои обязанности. Сегодня, какие бы мы службы ни представляли, мы являемся жителями города, района, области, и мы все крайне заинтересованы в сохранении благоприятной окружающей среды нашей Брещины. Конечно. Ну что ж, уважаемые гости, большое спасибо за то, что нашли время, пришли в студию и ответили на вопросы, которые волнуют наше население. И, насколько я поняла, не только население, но и вас тоже, всех причастных к нашей жизнедеятельности. Уважаемые телезрители, огромное спасибо, что были с нами. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok